Гефсимания Но народ возлюбил больше тьму Не хотели поверить Христу Гефсимания Ночь, тишина Вдруг нарушен покой Идущей толпой Встаньте, пойдем Вот приблизился друг наш Теперь предающий меня Будь ласка, сестры, молодь, пидроски и молодежь Будь ласка, пройдите, зайдите в место на сцене Займите Потому что тут местя будут субидней на сцене Будь ласка, зайдите Ваши местя займут те люди, которые у них нет места Братья тоже Братья, проходите тоже Гефсимания Ты пронзила сердца людей И в ту ночь предан был царь царей Гефсимания Петя Неструк, будь ласка, приди сядь біля нас Будешь проповедувати сядь Сядешь Сестры, сестры Заходьте еще, будь ласка, заходьте Тут біля нас, на нашем криле Дуже багато місць в Хорії И там, кто в Вестибюле, особливо молодь, если есть Я понимаю, мам с колясками И с маленькими детьми, им там будет удобнейше Но те, кто есть молодые люди, свободные Будь ласка, пройдите вперед Вам тут будет удобнейше Краще видно будет, чути И краще даже легче молиться будет Так что, будь ласка, не ховайте здесь там сзади Моя просьба самая начала Оставьте все телефоны Мы перед Божим лицем Моя собрання народа Божого Сегодня мы будем продолжать Згадывать за сушествия Святого Духа Наши браті і сестри, земляки Звідки ми виїхали Сьогодні святкують Особливо велике свято Свято Тридці Коли Дух Ситин з'їжджено на землю И мы сегодня будем молиться Чтобы Бог благословив нас сьогодні Чтобы 50-ти повторялось Не просто нам таки згадувати Але переживати 50-ти А для того, чтобы переживати Нам треба ревнувати Нам треба молиться щиро Так что идите вперед Вам будет набагато легче Не ховайте десь там сзади по углах Будь ласка, молодь Особливо звертаюсь до молоді Хочете мати силу Божу Чтобы преодолювати Всі спокуси, які бувають Проходьте до переду завжди І гаряча моліться І оставьте всі селефони Щоб вони вам не вмішали Бути в зібранні Сестрички, проходьте Будь ласка ще сюда на сцену Проходьте Тобто ще є багато місця, бачите Сестрички, я ще чекаю вас На ваше місце ашери посадять людей Дякую за переглядів Скажем слава нашому Господу Ви знаєте, коли ми читаємо за перших людей, за Авеля, Каїна, коли вони приносили жертву для Господа, то обидва вони принесли Але одного із них жертва була прийнята, Авеля Він приніс саме краще Він приніс первородне все Приніс і Каїн, жертву Але там просто він приніс Ви знаєте, мені кажеться, Каїн був землєдєлєць І знаєте, якби він приніс, будемо казати так, чи огірок, чи помідор Те перше, що хотілося б самому вкусити Я думаю, вона була прийнята А Авель приніс із первородного саме краще, саме лучше І ця жертва була прийнята Ви знаєте, коли ми читаємо за ізраїльський народ Коли Господь казав, каже, що я буду судити вас не за жертви Не за жертвоприношення Вони завжди передо мною Так, ви приносите Але, каже, що, значить, звіри всі в лісі мої І скот на полі, і всі пташки Це все моє І я це можу І це моє, не треба мені його давати Але, каже, принісі в жертву Богу хвалу І воздай всі вишніму обети твої Я прочитаю одне місце, і ми будемо молитися Це записано євреїв Тринадцятий розділ і п'ятнадцятий вірш І так, будем через нього непрестанно приносити Богу жертву хвали То є плод уст прославляючих ім'я Його І, каже, не забувайте також благотворення і общительністі Ібо такові жертви благоугодні Богу Братя і сестри І тут нам апостол Павел каже Як важливо приносити Богу жертву хвали То є плод уст прославляючих Бога Нашими устами і щиро, іскрено, знаєте, принести Богу хвалу нашому Тому встанемо на наші ноги і попросим Божого благословіння Хвала тобі, Господь Алілуя, ти добрий до нас Твоє милосердя є над нами Твоя милість над нами Твоє благословіння, хвала, Господи Тільки дай нам всім серцем Господи, щиро своїми устами Приносити хвалу тобі, живому Богу Алілуя, бо достойний ти Алілуя Господи, благослови всіх нас Весь народ Благослови ход цього служіння Хай все буде для слави імені Твої Від всього серця, Господь Від всього серця Щоб, Господи, наша хвала була прийнята Тобою А це важливо сьогодні для нас Слава тобі, Господь Алілуя, алілуя Благослови, Господь Це собрання Хай милість Твоя буде І хай буде благословіння От кожного із нас Хвала тобі, Господи Благослови діто Благослови старші Благослови кожного члену церкви Хто прийшов Хвала тобі, Господь Алілуя Хвала тобі Слава тобі Алілуя тобі Алілуя тобі, Господь Боже наш Ми в цей ранковий час Цей недільний день Ми прийшли перед лице Твоє Щоб воздать тобі хвалу і славу Живому Богу Господи Щоб наша хвала Щоб наші уста, Господь Восхваляли ім'я Твоє Бо Ти достойний Нема іншого імені під небом Від которого нам належало спастись Ти єдин Ти святий наш Бог І ми пристали перед лице Твоє Боже Благослови весь народ Благослови, Господи Всіх Всіх благослови Діток Старших Господи Благослови братив, які будуть говорити Слово Твоє Благослови молодіжний хор, які будуть співати Благослови, Господь Регентів, які будуть руководити Господи Хай молитва наша буде приятна Тобі Хай вона буде почута нами Ми так хочемо цього Господи Ми так бажаємо Твого благословіння І коли Ти, Господи Почуєш наше іскрене серце Господи Хвалу уст наших Господи Ти почуєш І Ти благословиш нас Ми все в Твої руки, Господь, доручаємо І хай ім'я Твоє буде прославно звалишено В цьому служінні Бог, Отець, Син і Дух Святий Амінь Перед початком нашого богослуження Будем співати псалом О, як блажен, як щастлив я Господь, Спаситель мой О, як блажен, як щастлив я Господь, Спаситель мой Готово місто для меня Стране небесно Той Славлю вас, сердцем меня Страна благодовий Оль Аллилуйя, 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 Амінь Аллилуйя, 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 Амінь Сместим богатством не сравним Тот город золотой О, як блажен, як щастлив я Страна благодовий Ольлуйя, Амінь Аллилуйя, 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 Амінь И ночь, и ночь, и ночь Стране с тобой Не бедне солнца свет Но с весенцем Страна благодовий Ольлуйя, Аллилуйя, 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 Амінь Аллилуйя, Аллилуйя, Амінь Аллилуйя, 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 Амінь О, братья, сестры, радость нам, на нам, и в мире сон, здесь видит свет, что светит нам, и в свет идет. Славливаться за меня, слава, на который он, Аллилуйя, 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 Аминь. Слава Богу, дорогие браты и сестры, за милосердие Божие, которое сегодня, в данный ранковый час, обновилось над нами. Мы за это вдячем нашему Господу. Я думаю, что нам не нужно повторить каждый раз. Каждый раз наши пастора, наши братья говорят про те, I want to tell you young people and teenager and everybody take off your phone, don't text message and everything, you know. I think we understand because we came to our God right now. We came to prayer house and God ready to bless in us. Amen. Хай Бог всех нас благословит, братья и сестры. Часом наши дети бачу, что она шукает в гараже. Там у нас стоит холодильник еще додатковый в гараже. И что шукает. Я понял, что, наверное, что дружина послала, чтобы дитина нашла. Я говорю, дитина, что ты шукаешь? А она говорит, что пустыню. Какую пустыню? Что мама делает на кухне? Я понял. Я говорю, может, капустыну? Да, капустыну, как я говорю. Понимаете? Так само и в церкви. Братя и сестры, это не для смеха я сказал. Я говорю, и в церкви наши дети зрозумели, что не совсем чётко и ясно могут понимать все, что мы понимаем на нашей ридной мове. Они родились тут в Америке, это их ридная мова, и мы часто, возможно, даже и забагато требуем чтобы они все понимали так, как мы. Может, прийде когда-то такой час, что они скажут «Розумейте нас, так как мы потребовали, чтобы мы понимали вас». Когда мы приехали в Америку, нам Америка дала сразу и переводчиков, потому что мы не понимали, что они не понимали. И они не сказали «Ты приехал до Америки, и ты должен понимать то, что я говорю». Они нам помогали в этом. Поэтому и мы должны выходить на встречу. И я думаю, что прийде такий час, maybe future time, что и молодь будет мать какие-то моменты, что будут говорить по-английски, а нам будут переводить, чтобы мы тоже все понимали. Хай Бог всех нас обильно и разно благословит в этом служении. И давайте мы постараемся вси, кто все понимает, кто в часе понимает, все же таки постараемся понимать все, что мы можем понимать, что сегодня хочет нам предложить Господь. Если мы постараемся понимать, я понимаю, что и дети, и все сможем все же таки понимать максимально то, что Бог хочет сказать нам сегодня. Потому что и дома, я думаю, батьки с всеми детьми говорят на нашей родной мове. И они в часе понимают. Конечно, что бывают такие библейские выразы, что не можно понимать. Но постараемся, и хай нам Бог в этом допоможе. Я буду читать слово Божие, которое записано в Евангелии от Иоанна, 11-му разделе и 32-й текст. Такое слово. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Братья и сестры, я уже сказал и для молодых, и для всех нас одно и то самое слово. Мы сегодня пришли в Дом Божий, в Дом молитвы, и мы стоим перед Богом. Бог готовый и Бог завжди готовый благословить свой народ, благословить тих, которые пришли до Него с молитвой или желанием прославить Его или каким-то проханием. Все равно Бог готовый благословить всех нас. Залежит это от другой стороны, то есть от нас, людей, как мы готовы приняти Божие благословение, которое Бог хочет преподать для всех нас, сегодня, в данном случае в цьому служении, в Дом Божьем, в Дом Молитве. Бывает, что мы просим нашего Господа своими нуждами и дома, и Он тоже чувствует нас, и Он благословляет нас и на наших путях, на дорогах, и на работах, кругом, где мы взываем до Бога. договор, чтобы его пропозиции, что, ну, ну, давай, предложи свой план, я побачу, если ты подойдет для меня, то я тоже подарю для тебя спасение. Нет, братья и сестры, Он безгрешный зашел на низкую землю для того, чтобы принять все грехи всех людей на земле на себе, который не сделал греха, для того, чтобы спасать всех нас, чтобы постраждать и отдать себе за нас, для того, чтобы дарить нам гарантию, чтобы дать нам гарант на вечное життя, на будущность, на надежду в Царстве Небесном, чтобы мы мали эту надежду и чтобы мы были с ним в Царстве Божом. Братя и сестры, это чудовая пропозиция нашего Господа Иисуса Христа, который пошел на все, пошел на все унижения, которые он мил на этой земле, пошел на все для того, чтобы спасать нас, чтобы вырвать нас из власти и дарить нам дать нам вечное життя с ним в Небесах. Господи, если бы ты был здесь, не умир бы брат мой. Братя и сестры, Мария понимала ситуацию и картину, которая была на тот час в Ифании, в их доме. Четыре дни назад помер их брат Лазарь. Четыре дни назад они поховали его, и Христос знал про это еще до смерти Лазара, но специально задержался и не пошел, не поспешил тогда, когда его покликали, но еще два дня написано, пробовал там, где был. Песня воскресения Лазаря, Лазар упоминается, как один из возлежащих на вечерин у Ифании, на который Мария помазала ноги Иисуса миром. Как сповещает Евангелие много людей в тот день пришли в Ифанию не только чтобы увидеть Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого он, то есть Иисус воскресил и смерти, что записано в Евангелии от Иоанна в 12-м разделе из 9-го вирса. Написано про это, что люди пришли не только заради Иисуса, но и чтобы увидеть Лазаря, которого он воскресил. Лазар на евреатии означает Елезер, тобто Елезер, а буквально в переводе на нашу родную мову відповідає Бог мені допоміг. Бог мені допоміг. Согласно Евангелію від Ивана, житель Вифанії, брат Марии Марф Лазар, після того, як воскрес Ісус Христос по смерти воскресенья після того, як Ісус Христос воскрес, Лазар, так говорить предание, це не є написано в Библії, але ж так говорить історія, що він вимушений був переселитися на Кипр із-за гонінь, які були на нього. Ми читаємо, в часі є написано, що Лазаря юдею хотіли убити, тому що це було величезне чудо явлене, чудо воскресенья, чотири днів людина розлагалася, лежала в гробі, і Христос прийшов і підняв цього чоловіка. Сама сестра, яка була сестрою, рідною сестрою, і для Лазаря каже, Господі, вже чути, вже запах від нього йде. А Христос сказав, хіба я не казав тобі, якщо будеш вірвати, побачиш славу Божу, побачиш славу Божу. Браті і сестри, і тому іудеї, маючи різон в тому, щоб не розпространялось оці слухи, вони хотіли убрати Ісуса і Лазара, і всіх подібних їм, для того, щоб в народі не проходили ось ці розговори, і народ не прославляв Господа Ісуса Христа. Юдеям це не подобалося, юдеї хотіли зробити свою роботу, і тому Лазар вимушений бути, це говорить предання, я не тверджу, що це сто процентів так. І написано в цьому свідоцтві, в цій історії, що Лазар перебував там на Кіпрі, старе названня того города Ларнакі було, а зараз Кітіон. І коли він там проживав, то туди достався у свій час пізніше, 15 років пізніше, достався Павел із Варнавою. І зустрінувшись там із Лазаром, вони знали про Лазара, вони, я думаю, що Варнава добре дуже знав Лазара, і вони там рукоположили його, і він ці предання говорить, що ніс там єпископське служення на Кіпрі і прожив ще 30 років після того, як переселився, і закінчив своє життя там, помер там. Ось така історія про Лазара. Але ж сьогодні я би хотів взяти в основу моєї проповіді ось це слово, що сказала Марія. «Господі, якщо б ти був тут, не умір би брат мій». Братя і сестри, цю фразу ми можемо сьогодні примінити кожне і в своєму житті до себе. «Господі, якщо б ти був рядом зі мною, то я не зробив би того поступка, що зробив. Так чи ні? Ми часто робимо і думаємо, що правильно робимо, доказуємо другим, що це так, що я зробив правильно на всіх нормальних основаннях. Але ж, братя і сестри, до всього цього давайте додамо ось цей вопрос. «Господі, якщо б ти був тут, я зробив би те чи ні? Господі, якщо б ти був тут, я подумав би про те чи ні? Господі, якщо б ти був тут, я ніколи про це навіть не мечтав би». Але в нас буває так в нашому житті, що ми робимо так, ми поступаємо так, ми з нашими рідніми, з нашими знайомими поступаємо так. Я не хотів про це говорити, але ж, ми всі тут свої люди. Одного разу один дуже добре знайомий чоловік мені говорить, чому я це говорю? Ми завжди говоримо про те, особливо старші, ми вже такі степени все знаємо, ми вже знаємо про спасення, спасення дорогу знаємо, «way to salvation», як назвали нашу церкву. Хороша назва. І ми все знаємо, а завжди ви ніхто. Ну, менші, молоді, діти. Але ж, чи ми контролюємо себе, коли ми всі всі в взрослому стані, чи ми завжди контролюємо себе так само, як молодших за нас? І оцей чоловік розказав мені цю історію. Він дуже знайомий, я не хочу говорити, хто це, я можу і назвати фамілію, я не хочу це говорити. Він не з нашої церкви, він ходить до братів-баптістів там, членом. Говорить, що його жінка працювала, так, як, можливо, і в нашій церкві є такі люди, які доглядають за пожилими людьми. І вона за одною старушкою доглядала, і кожного разу приїжджала до неї, возила її у магазин, на всі потреби, які потрібно було. І та старушка ходила, навіть по дому все ще могла собі зробити і все. І ось одного разу вони получили таке повідомлення, що буде перевірка. І вона приїхала зранку, каже, знову до неї, я бачу, обично, каже, ця старушка, по дому все, ще сама собі дає раду, а то ця старушка лежить. Лежить, я навожу порадок, кругом каже, вона лежить, дзвонок у двері, ця старушка із кроваті і на чотирок, я вибачаюсь, на чотирок до дверей відкрила і на чотирок знову до кроваті. Браті і сестри, якби Господь був там, вона це зробила б чи ні? Якби Господь був там, вона зробила б це чи ні? Іноді зараді якогось долара, іноді зараді якогось цента ми готові зробити те, що Богу зовсім не угодно, не тільки не угодно, Богу протівно це, браті і сестри. Але ми часто бачимо менших, ми часто можемо сказати меншому, тому що він не може сказати нам так, як ми йому. Завжди у нас, і хоча хтось не так поступає, як ми. Але давайте провіримо кожен себе. Господі, якби ти був тут, я зробив би те чи ні? Я не буду далі розпространятися. Я все остальне залишу, можливо, на якийсь другий раз. Хоча цих разів не дуже багато. Останній час я проповідував 11 січня цього року. А це сьогодні вранці знов проповідую. Але діло не в тому. Браті і сестри, Слово Боже до всіх нас одинаково звучить сьогодні. Слово Боже до кожного, до самого меншого, до самого старшого в цьому служінні говорить одинаково. І спасіння від цього слова ми получимо одинаково. Не по наших заслугах, тому що ми трошки більше заслужили, а хтось трошки менше. Бог говорить до всіх одинаково, на одинакому уровні. Браті і сестри, в Царстві Божому не буде великих і малих. Будуть всі спасенні і помиловані Господом. Всі діти Божі, всі відкуплені кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. І давайте в своєму житті будемо задавати собі питання. Кожний собі особисто. Господі, якщо б ти був тут, або там, або в другому місці, де я щось зробив, чи я зробив би те, чи ні. Хай нам у цьому Господь допоможе, браті і сестри. Що я сказав не так, я прошу, вибачте мені. І давайте ми приготуваємо себе, щоб, схилившись перед лицем Божим, у молитві нашій, сказати нашому Господу усе, що ми маємо на свому серці. Можливо, ми пригадали навіть у цей час, сидячи на цьому служінні, що ми щось не так зробили. Хай Бог нам допоможе в нашому житті розкаятись, коли ми ще живі перед лицем Господнім, розкаятись в тому, чи іншому, щоб ми мали свободний доступ, вхід у Царство Небесне. Хай Господу нашому буде слава. Амінь. Брата і сестри, я думаю, що ви заметили, що Ваня Брага уїхав з Любою додому, тому що їм дали знати про те, що їхня дочка Лілія дуже-дуже в тяжку в фізичному стані. Декілька днів тому назад їй розбили камні, які в почках, а сьогодні таке состояние, що може прийдеться знову їхати на мерзінці, яке треба буде оставатися з дітьми. Ваня поїхав. Давайте ми помолимося, щоб коли Ваня приїде, щоб дійсно побачить результат молитви церкви, що церква щиро молилася. Ваня просив, браття, я уїжджаю, але згоршіть молитву за Лілію, мою дочку, щоб Господь вивив свою милість, удалив ці тяжкі болі і удалив те, що є в організмі, щоб Господь укрепив її здоров'я, щоб не прийшлося їхати на мерзінці і знову робити якусь процедуру. Давайте ми гаряче помолимося за Лілію, Вані Браге, дочку. Боже, відео! Відео! Вані Браге, дочку. Боже, великий півічний святий, Дослані слави, честі, влада тобі навіки за велику Твою доброту і милість Твою до нас, Господі, за любов Твою, за спасіння, яке ми маємо, за все, що Ти нам посилаєш, Господь, прийми чесі поклінь, хвалуй і подяку, Господи. Дай нам сили укріплятися Тобі, дай сили величати Тебе, Святого, ходити в правді перед Тобою, бути Тобі вірним у всьому і поступати мовим у цьому. Боже, праведний і вічний, Ти святий і чудний, достоїн хвалий, подяки, ми величаємо Тебе, нашого Бога і царя, і приносимо Тобі сердечну подяку, ім'я Твоє, Господи, величаємо в цьому служінні, ми славимо Тебе за спасіння, яке Ти звершив для всіх нас, за жертву Голговську, за те, що Ти воскрес, що Ти пішов до Отця свого і упросив Отця і післав Духа Святого. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Дякуємо за те, що Дух Святий навчає нас, наставляє нас і вказує нам дорогу до Твого Небесного Царства. Слава Тобі! За Слово Твоє, яке, Господи, вказує нам дорогу Твого Небесного Царства. За все, Господи, що Ти нам посилаєш, Господи, в цих служіннях, які ми маємо, за Слово, яке навчає нас, ми дуже дякуємо Тобі. Ми просимо Тебе в цей ранковий час, коли ми прийшли на це місце, Господи, сьогодні багато людей мають хвороби, багато людей мають всякі переживання і скорботи. Господи, і Ти бачиш сім'ю Вані Браги, Ти бачиш дочку їхню, Господи, яка, в них тільки одна залишилася, Господи, благословіння Твоє, хай буде, Боже Небесний, хай сила Духа Твоє Святого зійде, Господи, в цей час, в тому домі, де вона знаходиться, і хай Дух Твій Святий, Господи, зійде на неї, Боже, хай Твоя Свята Рука, Господи, положиться на те місце, і сам, Господи, рішить цю проблему, Боже Святий, Ти це можеш зробити? Ти сотворив ті почки, Господи, і Ти знаєш, як це все убрати, і встановити, Господи, щоб здоров'я було таке, як і до цього часу, слава Тобі за все, я дякую Тобе, що Ти чуєш нас, що Ти посилаєш нам все необхідне, Господи, якщо Ти будеш там, то все буде добре, то не буде проблем, Боже Святий, і тому ми призиваємо Твоє Святе ім'я в цей даний час. Багато, Господи, ще є таких, що і не заявляли, і браття говорили, братські теж за нужду, Господи, дітям, дитині будуть, губарики просили, будуть робити операцію для дитини, Господи, Боже, вийди на зустріч, допоможи, Христос, ми молимо Тебе, яви Твою силу і славу, Господи, хай Твоя могутня рука буде там, Боже Небесний, ми молимо Тебе, ця маленька дитина, Боже, яви Твоє чудо і славу Твою яви, хай милість Твоя буде, Господи, серед Твого народу, Боже, мілий і праведний, ми просимо Тебе, ми, Господи, звертаємось до Тебе, як і діти до батька, і просьба наша, щоб Ти почув ці молитви, щоб Ти почув ці благання, Господи, можливо, Ти цим самим хочеш навчити щось нас, то дай нам зрозуміти волю Твою святу, дай нам пізнавати її кожний день, Господи, перед Тобою ходячи, перед Тобою служачи, Господи, виконувати волю Твою святу кожний день, на всякому місці, Господи, Боже, якщо навіть і людські очі не бачать, і ми оглядаємося назад, ніхто не бачить, Господи, дай нам пам'ятати, що Твоє око завжди бачить, і щоб ми все робили, що ми робимо, Господи, чи словом, чи ділом, чи думкою, щоб все робили так, щоб, як будь Тоби, Ти завжди є рядом, видимий з нами, Господи, Ти є з нами рядом, Ти невидимий, і ми часто забуваємо про це, Боже Небесний, дай нам пам'ятати це завжди, і на всякому місці, і тому, Господи, це служіння, нині, ми благаємо Тебе, благослови, Твоє слово пішли, Господи, Твою благодать вили, в народі Твоєму, хай, Господи, народ відчує Твою теплоту, Твою благодать, яка сходить з небес, Господи, хай народ відчує, що Ти сьогодні є серед нас, що Ти з нами, і якщо Ти будеш рядом з нами, то не буде того чи іншого, що мало би бути, Господи, і часто буває так, коли ми відходимо від Тебе, і в нас случаються різні проблеми, і ми думаємо, чому це так, почому це сталося, Господи, якби Ти був рядом з нами, все було б так, як потрібно, так, як Твоєї волі угодно, дай нам пізнати це, всією своєю душею, всім своїм серцем зрозуміти це, і так ходити перед Тобою, як Ти цього бажаєш від нас. За все примі подяку, і будь возвеличений Твоєму, ім'я, честі, хвала навіки. Амінь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Силу Ты свою пошли и на помощь поспеши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещет пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Дорогие брати и сестры, я щиро благодарен моему Господу за этот ранок, за этот добрый час, который Господь дарует для всех нас. И Слово Божие говорит нам, что радуйтесь праведное о Господе, правим прилично славословить Господа. И кто-то может сказать, для чего я могу Бога благодарить дома, для чего приходить в церковь. Я могу служить Богу, но, дорогие брати и сестры, Слово Божие говорит нам, что я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Я знакомый с тем, как делают веревку, и она складается из тоненьких ниток. И когда взять вот эту, каждую нитку, ее легенько можно порвать. Но когда скручиваются эти нитки до места, то это становится как сплошный монолит. И эта веревка, она имеет большую силу. Так само и церковь Господа Иисуса Христа. Когда мы собираемся разом, прославляем нашего Господа, это является силой, и враг не может сдолать церковь Господа Иисуса Христа, за что слава нашему Богу. А когда взять и разъединять и по одной нитке, там нема никакой силы, у этой веревки. И, смотрите, брати заявляют нужды, и церковь совершает молитву, и Бог чует молитву народа свого. Надея вся наша на нашего Господа. И Господь за эти дни, много раз и разными способами промовлял до нас. Брати говорили за Дух Святий, за те, как вознисся Иисус Христос, и ангели, которые обратились до ушей, они сказали, что так же, как вы видели, как Христос вознисся на небо, Он так же прийде снова на землю. И вот я прочитал оцей Псалом, и тут есть такие слова, что словом Господа сотворены небеса и Духом Уст Его все воинство их. Что сказал Господь? Те все має збутися, те все так виконується. Дуже велика сила у слове Господньому. И я читаю еще одно место слова Божьего, якое записано в Евангелие Иоанна, первая глава, с первого верша. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И второе место слова Божьего, якое записано в первой главе, в первой главе, с первого верша. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна, и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И сказал Бог, и назвал Бог свет днём, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. С самого начала творения написано, что была земля безвидна и пуста, но Господь начал говорить. И каждый день творения, он начался из того, что сказал Бог. Какая сила в Слове Господнем. Бог сказал, и так сталося. И когда мы читаем в Откровении Иоанна в 19 главе, то там говорится за Иисуса Христа, и сказано, что имя Ему Слово Боже. Дуже велика сила у цьому слове, потому что это слово, оно есть Бог. Это наш Господь. Что Он сказал, это так и стается. И в Иеремии, в первой главе, 13 вверх, 2 половина, говорится таки слова. Ибо я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Господь бодрствует над Словом Своим. Что Он сказал, Он бодрствует, чтобы оно скоро выполнилось. И вы знаете, мне пригодится в эти дни, я переживаю великую радость. Помню, когда моя мама помирала, это было 36 лет назад, и она имела близкое объединение с Господом, и она получила слово от Господа. Но старший мой брат, самый старший в семье, он был неверующий. Ему на тот момент было 36 лет. И сейчас он имеет 72 лет. Но мама сказала таки слова. Бог открыл для меня, что Он еще будет проповедовать слово моё. И она померла. Проходили годы, мы молились, я не один раз заявляв. Но три года назад покаялся его сын. Сейчас он является дирижентом хором, они живут на Украине, біля Рівного. И этой весны покаялся мой брат. А через 11 дней покаялся его дружина. И я очень благодарен нашему Господу. Слава ему! Он неизменен в своем слове. Хотя проходили годы. И в Авакуме, в 2 главе, 3 вершем, там есть записаны такие слова. И хотя бы замедлило, жди его. Ибо непременно збудется и не отменится. Слово Господне, то, яке сказал Господь, воно збудется и воно не отменится. Но в нашем жизни бывает так, что мы долго ждем и думаем, что, наверное, забыл Господь. А может, я что-то неправильно понял. Но Господь, он бодрствует над Словом Своим. И говорит Господь, в Исаии, в 55 главе, что так, как дождь и снег сходят на землю, то Бог посылает его для того, чтобы он орошил землю, чтобы земля способна была, чтобы родить. Так же, и Слово Моя, то, которое я сказал, воно выполняет все то, что я повелил. Я вспомню про царя Давида. Одного разу. Это записано в 1 царств, 30 главе, глава, в 30 главе, в 1 царств. Одного разу у Давида была очень сложная ситуация в его жизни. Давид пішел на войну с филистимлянами. И, может быть, он сделал неправильный поступок в своем жизни. Но, когда вернулся назад, приходит Сикелах спаленый, ничего не имеет. Женок нет, детей нет. Они три дня были в дороге, пришли и думали, что уже отдыхаем. Но, смотрите, город спаленый, никого нет. И написано, что они плакали до того времени, пока могли плакать. Закончилась их сила, они уже не могли плакать больше. Но написано, что Давид укрепился надея на Господа. И он начинал взвести до Господа. Начинал запитывать в Господа, каже, что я догоню это войско. И что преследовать мне это войско, и что я догоню его. Но Господь говорит больше. Господь говорит, что преследуй, догонишь и отнимешь. И эти воины, которые были замучены с дороги, которые не сдужали плакать, они еще три дня и шли, пока догнали это войско. И, кажется, где могла быть их силой, чтобы победить это войско, которое было в великом множестве. Но так, как сказал Господь, так все сталося, полностью все Давид забрал, и ничего не пропало. И еще великую добичу привел Давид из этой победы. Но Давид твердо положился на Господа. Я думаю, что все детки, все подростки, которые сейчас крутятся, не слушают. Я думаю, что они памятают историю из детства, когда родители рассказывали, когда Иаков благословляв своих внуков, Иосиф привел своих два сына, Ефрема и Манасию. Это не были малые дети, это были, им было примерно по 25 лет, этим молодым людям. Иосиф привел их до своего батька, чтобы он благословил их, чтобы он положил на них руки. И Ефрем был меньше, но батько положил на него правую руку. Положил свои руки так, на ухрест. И Иосиф говорит, что это не так, тату, вы не так делаете. Но Иаков говорит, так, все правильно, и тот будет благословен, но этот меньший будет больше благословен. И я хочу прочитать одну историю за потомки Ефрема, яка записана первая книга Паралупименон, 7 глава, 20-го ввершу. Синовья Ефрема, и я не буду перечитывать, это 20-го вверша, я не буду перечитывать цих всех имен, и 21-й вверш, и убили их жителей Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал у них Ефрем, отец их, много дней. И приходили братья его утешать его. Оцей Ефрем, он памятал, и я думаю, что он передал своим сынам, что он имеет особое благословение. И Бог сказал, что я его размножу, что я его благословлю. И я думаю, что эти сыны его тоже это знали. Но в один день оцих 9 сынов погибли. И Ефрем написано, что он много дней плакал, и, наверное, он не мог понять это. Бог так сказал, а что так не сталося в моем жизни? Но эти сыны мы увидели стада в филистинлян, очень хорошие стада, и они решили, что мы можем делать, что мы хотим. Но эти филистинляни убили этих сынов Ефрема. Им так любилося то, что в этом мире. Но как объединять, что Господь незминный в своем слове, что Господь сказал, так мое статься. Но дальше, написано, после этого в Ефреме снова родились сыны. И Господь благословил оценившись 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 Ефрема. Наверное, царь были из оценившись оценившись колена. И оно было самым многочисленным в Израиле это колено Ефрема. Это слово Божие виконалось над Ефремом. Но над тими сыновами, которые не поклали своя надежда на Господа, оно над тими не виконалось. Так что мы должны знать, что у нас Господь есть измененный в своем условии. И то, что Он сказал, оно должно выполнить. И в Второзаконной 28 главе Господь говорит, что если вы хотите, Он говорит за эти благословения, которые должны прийти на Израиля, и говорит, чтобы выполнились все эти слова, которые я сказал, ходите в слове Моему, выполните слово Мое, ходите перед Мною, святости, и это все слово, эти все благословения, которые Господь сказал, они будут выполняться в жизни нашему. И вы знаете, когда мы живем в своем жизни, смотрим на окружающий наш свят, и часто молодые люди бачат, что батьки говорят, но оно так не случится, все остается так же. Все остается так же. Но в экзиасте написано, что не скоро совершается истин, это большая Божа милість над нами. И хотя Господь медлит, но он остается верным в своем слове. Вы помните народ Израиля? Господь сказал, что 400 лет они будут в рабстве в Египте. Но прошло 390 лет и Моисей пришло ему на сердце Моисея навидать своих братов и он пришел до израильских сынов и увидел, что там обижает египтянин израильтянина и он взял его и убил этого египтянина. На второй день он увидел, что израильтяни между собой ссорятся, он начал их мирить, но они говорят, что тебе поставил судей? Моисей втекает. Моисей втекает еще 40 лет. И в дении святых апостолов, когда Степан говорил в своей промове, то он говорит, что не поняли, брати не поняли того, что Господь хочет рукою Моисея ввезти народ Израиля. И израильский народ пробовал довше в Египте, 430 лет. Но Бог сказал, что будет 400 лет. Но написано, что хотя Бог будет промедлить, но ждет его, потому что оно непременно сбудется. И Господь ввез израильский народ. И я вертаюсь до всех в этом зале. Может кто-то потерял свою надежду, может проходят годы, но Господь остается верным и Незминным в своем слове. Может кто-то ждет, когда прийдут родные, близкие, когда будет то слово, что Господь говорил, вер, что это слово сбудется в твоем и моем жизни, потому что верный наш Господь, за что слава нашему Богу. И я читаю еще такое место слова Божьего, это 49 глава Исаии из 15 вершка. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если и она забыла, то я не забуду тебя, вот я начертал тебя на дланях моих, и стены твои всегда передо мною. Мама не может забыть своєї дитини, но есть мами, что забыла своих детей. Но Господь говорит, что так случится, что мама забудет, но я не забуду тебя, потому что я начертал тебя на долонях своих. Наш Господь Иисус Христос, Он пошел на Хрест Голговский, Он помер за всех нас, Он совершил наше спасение, и это Слово живое, потому что это сам Бог, сам Иисус Христос, это Слово, которое Он говорит в нашем служении, и через пророческое Слово мы должны обратить особую увагу, потому что Слово Божие, оно есть жизнь, и мы должны жить этим Словом Божиим, не смотря на обстоятельства, которые окружают нас, но мы должны верить, что будет так, как сказал Господь. Нашему Богу за все нехай будет слава, потому что Он ее достоин, а Господь нехай благословит всех вас, аминь. Загальним співом будем спятать псалом, и для меня спасение после чего будет спив хор. Браты и сестры, подчас спива мы будем мать материальное пожертвование на потреб царь. Хай Господь благословит веще оставил при обиде суббовну суббовну судей. Ты для меня, для меня спаситель, имя глобовь суббовну 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 Песня. 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 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась месть Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыс и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязан был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца. Веден был Он на заклание. И как агнец, пристригущем Его, безгласен, так Он не отверзал уст своих. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Все согрешили и жертвы козлов, Не смогли обрывать их ветром, За каждый грех наш нам и смех, За каждый грех наш нам и смех. Но был на небе однажды совет, Кто пойдет за гречников на смех, И Божий Сын сказал Отцу, Я пойду, я буду. Наконец, идем мы на заклание, Как отца без кластьей, Уничьи нас как Бог. И в связи за нашими законами, Слава Богу! Наконец, идем мы на заклание, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Славу и честь принять, Достоин мы один, Воскресший Божий Сын, Славу и честь принять, Вечка царства власть. Слава, Сын Божий, День и Слава, За жертву и искупеньям, Слава за Тебе, Слава Тебе, Слава распятому, Слава воскресшему, Слава радущему, Слава Тебе, Слава, Сын Божий, День и Слава, Слава Тебе, Тебе, Слава тебе, Слава, Сын Божий, День и Слава, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Тебе, Слава Тебе, Слава Богу! Мы все еще вспоминаем, свежо в нашей памяти, когда мы вспоминали сошествие Святого Духа на апостолов, на церковь, и так важно помнить все это в своей памяти, но еще важнее, чтобы мы не только помнили, но это переживали сами на себе, на своем сердце, на своем опыте. Это настолько важно. Мы должны все понимать, каждый из нас, как колоссально и какую важную роль играет Дух Святой в спасении каждого из нас. Я думаю, каждый помнит свое начало, когда он начал служить Господу, когда он пришел в церковь, когда ему родители, папа и мамой говорили, когда Слово Божие коснулось ему лично, и он пережил что-то в себе. И пришел и покаялся. Это было не без Святого Духа. В каждом спасении каждого человека принимал непосредственно участие Святой Дух. Такова роль Святого Духа. Это Он побуждает наши сердца. Он работает с нашими сердцами, чтобы мы пришли к нашему Господу. Вы знаете, без Духа Святого мы даже не можем Священное Писание читать и понимать его правильно. Мы можем просто читать книги, смотреть какие-то христианские радиопередачи, прочитывать материалы, но без Святого Духа оно не имеет пользы. Но когда мы читаем Священное Писание молитвенно, со Святым Духом, вы знаете, Бог открывает нам истины. И это имеет пользу в нас самих. А иначе это просто буква. Она не будет нас касаться. Это просто буква. Но вместе с Духом Святым это живое, действенное слово, которое принимает участие в нашем спасении. Друзья, поскольку время очень бежит. У меня есть такая тема. Я ее назвал «Каменное сердце». Это ко мне пришло, когда я говорил, особенно по роду своей работы, я часто общаюсь с молодыми людьми. Особенно в наш последний век такого модернизма, пресс-модернизма, философии. Вы знаете, я часто вижу, как молодые люди, которые учатся в университетах, в институтах, в колледжах. И я смотрю, что их мозги полностью промыты. Не осталось и следа того, что им влаживали их родители. И оно как-то искажено. Я хочу прочитать место священного писания, которое написал апостол Павел. Один стих, это Колоссянам 2 глава, 8 стих. «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Павел говорил и предупреждал верующих людей, чтобы кто не увлек их философией. Это древняя наука, она еще была задолго до прихода Иисуса Христа на нашу землю. Что это за такая наука, философия? Это когда человек размышляет и медитирует. И вы знаете, что многие религии, жерелигии, они пришли посредством того, что кто-то что-то там медитировал и размышлял. Вообще, мне не нравится философия, потому что это не есть по Божьему Слову. И так и апостол Павел написал, философия, когда человек из ничего высасывает что-то. Он размышляет, он медитирует. Я когда-то читал за появление такой религии, опасной, страшной религии, как буддизм. Началось с того, что один молодой человек, которого родители были очень богаты, они его не выпускали в этот мир, чтобы он не видел, ну, всю эту неправду, все зло, которое в мире. И, ну, однажды ему как-то получилось выйти, он посмотрел. И впоследствии он закрылся в себе. Он где-то 30 дней там ничего не ел, медитировал. И к нему пришли вот эти всякие нечащивые мысли этой религии, рекорнации и все другое. Но я не об этом. Когда человек с Богом, когда человек со Святым Духом, и он размышляет о Божьем Слове. Кстати, написано в основном много места в Священном Писании, как его не просто читать, мы должны вникать в себя и в учение, размышлять. То есть не просто открыл, почитал и положил на место, мы должны вникать. И когда человек вместе со Святым Духом, он вникает в Священное Писание, Бог ему посылает откровение в его дух, он начинает меняться, он начинает жить для Бога. Но когда человек без Бога, без Святого Духа, он что-то там медитирует, он что-то там размышляет, снимает, то дьявол ему посылает свои мысли. И человек начинает думать превратно и мыслить превратно. Вот такая наука, философия, она не имеет абсолютно ничего, это альтернатива Божьей веры. Потому что, когда нам что-то непонятно, мы это принимаем или верой, или верой мы принимаем, или мы принимаем это своей логикой или философией, мы начинаем размышлять. Вы знаете, мы должны, каждый наш поступок, он должен быть обоснован. И когда мы читаем Божье Слово, мы это все принимаем, используем Божье Слово как двигатели, чтобы побудить нас делать какие-то добрые дела, добрые поступки. Так зарождается наше поведение к праведности. Философия – это такая наука, которая оправдывает поступки других людей. Когда-то этим пользовался патчий ангел Люцифер, который искал, который размышлял, что было очень неугодно нашему Господу. Философия, она разрушает веру Божью. Христос сказал когда-то, что берегитесь закваски фарисейской. Философия, она делает людей духовно или вообще глухими и слепыми, потому что в основе не вера, а в основе логика. Логика и вера, они никогда не имели между собою ничего общего. То, что принимается логикой, то никогда нельзя принять верой и наоборот. Вера, она принимает то, что Бог нам открывает, что не могут понять люди этого мира, которые высокие ученые. Им это трудно понять. Но это мы так просто. Принимаем просто, читая Божье Слово, принимаем нашей верой. И мы становимся детьми Божьими. Мы становимся наследниками царства. Но если мы вникали там в философию, а почему, что, как, где, мы бы пришли, может быть, тоже к какому-то заблуждению. Философия разрушает Божью веру. Она защищает права грешного человека. Она говорит, что это Бог тебя так создал. Вот с таким, а что здесь плохого, с таким влечением там к другому полу и что-то еще тому подобное. Она делает легальными то, что было беззаконно. Одним взмахом пера, философия делает законным то, что было веками и тысячелетиями, было беззаконием. То, что было страшно. А человек подписался, пожалуйста, принимайте это все законно. Ты можешь это делать. Поэтому философия, она приносит вред Божьему царству. И так много людей сегодня молодых, которые вникают в это, которые рассуждают, и впоследствии их сердца, они становятся каменными. И так много людей, которые не имеют простого, плотяного человеческого сердца, отзывчивого, но у них каменное сердце. Это выражение приходит из Священного Писания. Я прочитаю одно место, которое говорит Иоанн. Это с 12 главы и с 37 стиха. Он пишет, сколько чудес сотворил Он перед ними, но они не веровали в Него. То есть люди, которым Он говорил. Да сбудется слово Исаии, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Так спрашивал Исаия. Кто поверил слышанному от нас? Никто не поверил. Очень много они поверили. Даже чудеса на их не повлияли, потому что люди были, особенно фарисейская элита, они были, они размышляли, все это брали не верою, а своим размышлением. Это все закваска фарисейская. Вы знаете, Дух Святой не ощутим и не принимаем, где духовно слепые и глухие люди. То, что произошло с Израилем, это не проблема, может быть, Вавилона, или не проблема Римской империи, это проблема их самим. Иисус Христос пишет, говорит, «Я пришел к своим, но свои меня не приняли». Кто такие свои? Свои – это люди, которые так же, как Иисус, они имели Божий закон. Никто, как евреи, израильтяне, не знали Божий закон. Никому он не писал Бог своими предстами Божий закон. Они были очень близки к Богу, но, несмотря на это, они отвергли Иисуса и распяли Его. Время бежит. Я хочу еще читать одно место о Священном Писании. Это написано Коринфянам со 2 главы 9 стиха. «Ибо, как написано, не видел того глаз, и не слыхало уха, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим своим». Вы знаете, это место Священного Писания настолько глубоко и настолько важно. У многих людей должны быть свои мотивы, чтобы они служили как-то Господу. Вообще служили Господу, кто ревностно, кто как-то. Кому-то родители сказали, кого-то Слово Божие коснулось, кто как пришел к Господу. Много людей. Они служат Богу ради страха. Вы знаете, нету никаких отношений и общений. Просто они боятся будущего наказания. И это является их символом для того, чтобы служить Богу. Это настолько скупо, настолько мало, чтобы только иметь страх. Это когда ты просто жуешь там что-то такое невкусное, просто принимаешь верою. Когда можно вкушать вкусную пищу, можно служить Богу, можно радоваться в Господе, можно молиться с радостью часами, можно принимать Его Слово Божие и радоваться этому. Вы знаете, люди привыкают. Абсолютно ко всему привыкают. Но Божье Слово, Божье Слово, оно не может войти в привычку. То, что сделал для нас Иисус, оно не может войти в привычку. Мы реагируем как-то на повседневные вещи, привыкаем к этому. Ну, представьте себе человека, который впервые где-то увидел, как падает дождь на землю. Он, ну, где-то откуда-то там, вылезь никогда не видел, и вдруг увидел, что дождь падает, или там видит закат солнца. Это настолько красивое зрелище. Но приходит время, как и мы. Мы к этому привыкаем, когда видим это много раз. Друзья, но нельзя привыкнуть к тому, что сделал для нас Иисус. Скажите, я задам вопрос. За многие годы, за многие годы вы можете как-то привыкнуть к своему ребенку, чтобы не обращать на его внимание, когда он пишет вам какие-то любовные послания, там, дед или мам, I love you, какой бы он ни был, или он с какими-то недостатками, или он непослужный, или он молодой, или он пожилой, или он вообще, извините, конченый. Но это наш ребенок. Мы не можем так, чтобы не обращать на него внимания. Когда он старается что-то нам сказать, когда он приходит, хочет нас там обнять, или вообще, что-то нам пишет хорошее, мы никогда за всю свою жизнь к этому не привыкнем. Почему же настолько мы порою привыкаем к нашему Иисусу, к нашему Богу, который столько сделал для нас, который жизнь свою отдал, ради нас, которому было так тяжело и трудно, но, горя любовью к человечеству, он это сделал. Если нужно было бы, он еще раз это сделал бы. И еще раз, потому что до смерти возлюбил каждого из нас. Порою, почему же христианство, оно стает таким равнодушным. Я сегодня хотел бы, хотя бы чуть-чуть, возбудить вас ревность, чтобы мы служили нашему Господу. Вы знаете, есть место Священного Писания, пишет апостол Павел в 12 главе апостола Павла Коринфянам, где он пишет и высказывает свою как бы обиду. Я прочитать, прочитать хочу это место, это из 13 стиха. Ибо чего у вас не достает перед прочими церквами, разве только того, что я сам, я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот уже в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я уходно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Такую боль высказывает апостол Павел, когда он был в опасностях, предавал свою жизнь на смерть ради этих людей, которым он проповедовал. И он смотрит, когда нету такого отзыва, и ему больно, и он это пишет. Еще одно место, я уже буду заканчивать, друзья, извините, что может быть много времени взял, но я уже буду заканчивать скоро. Пишет пророк Малахия с 1 главы 6 по 8 стих «Сын читатца и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне, а если я господь, то где благоговение?» Перед мною говорит господь Саваоф, вам, священники, вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза господня не стоит уважения. А когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите храбое или больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосленно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. Другими словами, если бы ты неряшливо, вот так вот наплевательски относился к своему боссу, имея хорошую работу, держал бы он тебя. Я не думаю, он бы тебя давно бы отправил, если бы смотрел на вот это неуважительное отношение к нему. Я не понимаю порой многих людей, которые, или они вообще неверующие, смотря как они служат своему Господу, настолько привыкли, настолько сделали их сердца каменными, черствыми. Это такие циники, вы знаете, так много есть людей. Я вспоминаю один рассказ одного, это было в старые годы, где-то в 60-е, 70-е годы, рассказывал из наших отцов, говорят, в одном месте, это где-то было в одной деревне, ждали старца, проповедника, который должен был прийти, которого приходили. это было уже позднее время, ближе к 12-е, но поскольку он опаздывал, то люди просто, ну, ждали его, и когда он пришел, этот старец, он зашел в этот зал, он еще ничего не говорил, он только открыл свою Библию, весь народ начал плакать, просто содрогаться, это зашел Дух Святой, вы знаете, это было такое хорошее, благословенное время, многие люди критикуют это, там говорят необразованные, несовременные, если смотреть на современное христианство, на это люди были в страхе, люди, которые знали своего Господа, любили, уважали его, и Господь был с ними, пускай Господь благословит обильно каждого из нас, чтобы мы любили нашего Господа от всего сердца, от всей души, и принимали то, что Он сделал для нас, пускай это никогда не войдет нам в привычку, друзья мои, любите своего Господа, аминь. 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 кто находится в этом доме молитви, может, даже неудобно там где-то сидеть, слушать, но чтобы сегодня открыли наше сердце, наш разум и устать, сказали слава нашему Господу, что мы вошли, что-то, 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 братья и сестры, мы имеем такий благоприятный час тихий, спокойный у нас есть что есть где-то люди с голоду умирают от жары, где-то проходят какие-то бедствия и мы сегодня маем дякувать нашего Господа Иисуса Христа что мы имеем добрый час, как я сказал слава Богу мы будем приходить до закинчения, братья и сестры этого собрания будем молиться до нашего Господа очень много нуждов я их буду читать но перед тем просто коротенько прочитаю Слово Божие я не буду читать то, что у меня было из дома положено на сердце, немае часу но я прочитаю Слово Божие всем знакомое послание до римлян 8 главы 11 и еще один стишок если же дух того кто воскресил из мертвых Иисуса живет в вас то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим живущим в вас и коли мы читаем 16 стишок этот самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети Божии читаем еще один стишок Матвия 28 глава 18 стишок и приблизившись Иисус сказал да на мне всякая власть на небе и на земле братья и сестры я читал я читал свидетельствует духу нашему что мы дети Божии и сегодня я чувствовал один брат употреблял что каже дух святый это подибный до атома братья и сестры я думаю что это невдале сравнение потому что мы знаем что такое атом что он приносит он какуюсь корость для людей даёт свитло но мы знаем свидетельствует ось цего результат ось цей силы атома сегодня еще люди страдают на земле на нашей Украине сегодня еще там нема життя в той местности где ось цей атом он сделал свою работу братья и сестры но Христос сказал что когда я пойду другий пидет и он у нас говорит он нас учит что не просто что мы нашим взрывнити это пришел Бог духом святым и поселился в наших сердцах слава нашему Господу братья и сестры Христос когда оставил эту землю то он сказал ось до ученых те слова которые я читал что дана мне всякая власть на небе и на земле и мне вы знаете прийшел приклад ось той когда до Христа когда он еще был на земле и до нашего Господа приходили приносили больных различными болезнями и ось этих четверо принесли ось того парализованного человека и он говорит до него там были присутні не только простои люди там были книжники хворосеи знающий закон и он говорит чадо прощаюся тебе грехи и ось эти люди они возмутилися в своем сердце кто он такий что равняет себе до Бога кто может прощать грехи лишь только Бог один может но Христос будучи Богом он бачил их мисли он бачил сердце их и он их обличил тому а после каже чадо прощаюся тебе грехи твои а после он ему сказал встань и ходи там была така коротенькая беседа каже что легче сказать прощают за грехи или встань и ходи но чтобы вы знали что Сын человеческий имеет власть на земле прощают грехи братья и сестры мы сегодня маем право молиться до нашего Господа Иисуса Христа Он нам дав это право потому что Он назвал нас своими детьми и Дух Святый которого Он нам послав Он поселился в нас и Он живет в нас и мы сьогодні маем право молиться до нашего Господа мы маем право сегодня взвать до престолу благодаті братья и сестры чтобы получать помощь Господа невозможно батьки это может наш Господь Духом Святым потому что мает власть на небе и на земле мает власть прощать грехи мает власть прочевать всякие болезни мает власть спасать власть как это сделать. И поэтому, братья мои и сестры, будем слушать нужды и будем приходить до закончения нашего собрания. Дорогая церковь, будь ласка, помолиться за нашу подружку Олю Синюк. Сегодня в ней день народжения. Хай Бог ее благословит и даст добру судьбу. И мы присоединяемся до этого желания. Хай ей Бог благословит и даст ей добру судьбу в ее жизни. Дорогая церковь, будь ласка, помолиться за нашего дядька. Він мав сложную операцию, чтобы Бог исцелил его и дав ему спасение. Щиро дякую ему с повагой с семьей Исааков, чтобы Бог исцелил и спасение дав. Він нуждается в том. Церква Христова молиться за Анатолия Бабец просить мама и благодарить за молитву. Братья и сестры, прошу помолиться за мого человека, чтобы Бог его здоровил физично и духовно, чтобы Бог укрепил его духовно. Женка просить. Просимо церкву помолиться за сына, чтобы Бог оградил его от греха и укрепил в вере. Батьки просять. Братья и сестры, помолиться за наших детей и внуков, чтобы Бог всех их помиловал и спас. Кто повернул на неправильную дорогу, чтобы Бог вернул и дав вечное життя, а внуков дав добру долю и судьбу от Господа. Дякую за молитву и верю в силу молитвы. Батьки просять. Просимо помолиться за спасение наших сынов. Просать батьки. Дорогие брати и сестры, мы маем много нужд, на которые ожидаем милостей от Господа. Просим помолиться за ци нужды, чтобы Бог вступился и вошел там на помощь. С уважением ваших друзей, дорогие брати и сестры, поддержите меня в молитве за человека, чтобы Господь явил милость и переменил життя. Дорогая церковь, помолитесь за моих детей и внуков, чтобы они покаялись в своих грехах и отдали свои сердца Христу и служили ему в щирого сердца. Я надеюсь на милость Господню, мама просить. Дорогие брати и сестры, прошу помолиться за моих детей, чтобы они пришли до страха Божьего и покаялись. Я верю в молитву церкви, спасибо маме. Дорогие друзья, церковь Божья, просьба очень большая молиться усиленно за Украину, чтобы Бог разрушил планы врагов их, так как они доставили очень сильное оружие и массовое уничтожение. Также молитесь за Израиль, покаяние их, молитесь за миссионеров их, труд и евангелизацию многих народов и за гонимою церковь в арабском мире. Дорогие брати и сестры, прошу помолиться за нашу дорогу до Колорадо и за всех, кто будет перелетать или ехать на веселье до нашего сына Руслана. Нехай Боже благословиня, керівництво и охорона будут у дороги, а також під час веселья и нашего повернення назад. С повагой, Олег, Надя, Шевчуки, брати и сестры, мы будем совершать эту молитву, я думаю, вы слушали внимательно. И как я сказал, это скорби, это переживания, это боли. Но помните, что наш Господь мает власть, и Он делает то, что невозможно людям, но наш Господь знает, как все делать, как спасать, как помогать, как исцелять. Бог наш, наша охрана и защита на всяком месте. И поэтому, брати и сестры, мы будем сейчас молиться до нашего Господа и будем молиться с верой за эти нужды. Может, еще кто-то мает усно сказать, можете встать и сказать, и мы будем молиться. Будем молиться, Катя, за вашего сына, чтобы Бог... Значит, молодь, для вас сразу объява. Значит, сегодня молодь иде в посещение до Христя Залуцкого, и Богдан Тищенко иде с вами. Будь ласка, молодь, хай вас Бог благословит. Посещайте, хворих, Божого благословения. Завтра молодежное зібранье. Просьба, молодь дорога, вся молодь, прийдите на молодежное зібранье. И те, которые уже залишили молодежь, або молодежный отдел, будь ласка, прийдите, старшая молодь. Мы хотели бы до вас вернуться с декими словами, а также мать с вами гарную такую молитву. Мы готовимся до вечеря Господь. Как обычно, перед вечерей Господь бувает больше молотовное служение. Так что мы будем завтра и молиться тоже. Ну и пятницу, будь ласка, прийдите на молотовное зібранье. Всі в пятницу, перед хлеболоманием. И в суботу так само вечером на 7 часов. Давайте будем особливо готовиться до вечерей Господней, чтобы Бог нас благословил. Чтобы Господь освятил нас, приготовил нас. Наш Господь божает благословляти народ свій. А тоді, когда мы идем до Него, когда мы шукаем лиця Божого, когда мы смиряемся перед Ним, когда мы взглянем до Господа, Бог то есть наши молитвы и дает ответ на просьбы наши. Церковь дорогая, давай тебе прикладем конина. Вознесем горячую молитву перед лицем Божим. Божим молитву перед лицем Божим. Божим молитву перед лицем Божим. Божим молитву перед лицем Божим. Продолжение следует... 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 Прославься ты через нас и в нас. Вечте благо Твое наш Бог, Отец, Син и Дух Святый. Аминь. Отче наш, что живешь на небесах, нехай святится имя Твое, прийде Царство Твое, нехай будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хліб нам щоденний, подавай нам на каждый день, и прости нам провини наші, как и мы прощаем винуватцям нашим. И не веди нас у спокусу, а вели нас від лукавого, бо Твое есть Царство, и сила, и слава по веки. Аминь.